Антифашистские выступления В 1922 году, когда Муссолини стал премьер-министром Италии, в этой стране уже начались манифестации с требованием ограничения влияния фашистов на государственную политику Италии. В 1924 году, после того, как фашисты убили одного из лидеров-социалистов Джулио Маттиотти, во всей Италии прошли антифашистские забастовки и манифестации. 1927 год ознаменовался гражданской войной в Австрии. Формально в этой войне участвовали самые разные политические силы, но реальное политическое значение играла только борьба между фашистскими и антифашистскими группировками. К большому счету, это еще не было системным движением. Антифашистская борьба начиналась в отдельных странах Европы. Многие европейские государства опасности фашистских диктатур еще пока не осознавали. Впрочем, у европейских стран был и выход из этой ситуации. Единственной реальной альтернативой фашизму оказались в это время социалисты. В 1924 году в Великобритании побеждает на выборах либористская партия во главе с Рэмси Макдональдом. Это была первая попытка прихода социалистов власти в Великобритании, стране традиционно консервативной. Тогда же и во Франции на выборах одержал победу левый блок, в который входили радикалы вместе с социалистами. Коалиционные правительства с участием социалистов, социал-демократов и, крайне редко, правда, коммунистов, существовали и в других европейских странах. Впрочем, были государства, где социал-демократы стали основой этих правительств. Так, например, именно в это время, в 20-30-е годы, формируется шведская модель социализма. Социал-демократическая партия, по сути, никогда больше не уходила в 20-м веке из высших эшелонов власти Швеции. Всему этому способствовала примирительская позиция официальных властей. Угрозы фашизма официальные власти очень часто не видели. Наоборот, красная угроза для них была гораздо более реальной и опасной. Это было связано и с идеей мировой революции, которая все еще была на повестке дня в Советском Союзе. И в связи с действиями Коминтерна, коммунистического интернационала, который рассматривался как невидимая рука Москвы, которая пытается влиять на политику других государств. Кроме того, фашизм в это время еще имел так называемое мирное лицо. Еще не было репрессий и газовых камер, политические противники еще пока не уничтожались, а просто устранялись от власти. Официально декларировалось стремление поддерживать мир во всем мире, и все диктатуры отрицали возможность пересмотра итогов Первой мировой войны. Именно поэтому общественное мнение во многих европейских странах успокоилось, и правительства не обращали особого внимания на деятельность фашистских группировок. Вообще политические процессы 20-30-х годов позволяют еще раз очень отчетливо поставить вопрос о том, насколько политики руководствуются своей деятельностью моралью. В это время правительства многих даже так называемых демократических государств проводили нередко меры, сравнимые с теми мерами, которые проводила гитлеровская Германия в середине 30-х годов. Речь идет, например, о такой науке, как Евгеника, которая принимается на вооружение многими демократическими правительствами Европы и даже руководством Соединенных Штатов Америки. Такая деятельность официальных властей явно способствовала тому, чтобы социалисты и коммунисты брали борьбу на себя. То есть надеяться на действия официальных властей не было просто-напросто никакой возможности. Создаются многочисленные полулегальные и нелегальные организации, которые нередко перерастают в самые настоящие боевые отряды. Так, например, в Германии сразу после провала пивного путча 1923 года, а вы помните, что это была первая попытка прихода Гитлера к власти в этой стране, социал-демократы создают организацию «Рейхсбаннер». Это название переводится как «государственное знамя». По сути, это были боевые отряды, которые объединяли людей, стремившихся не допустить власти Гитлера и его приверженцев. С другой стороны, «Рейхсбаннер» все равно имел полулегальное значение. Люди, которые объединялись в эту организацию, делились на отряды, и эти отряды возглавляли ни много ни мало фюреры. Вообще, на самом деле, если бы Гитлер не пришел к власти, достаточно велика была вероятность того, что какая-нибудь из этих боевых организаций, ну совершенно не обязательно, конечно же, «Рейхсбаннер» попыталась бы взять власть на себя. Иными словами, подобные организации очень способствовали тому, чтобы общественное мнение начало раскачиваться между подобными крайними точками зрения. Гораздо более действенной оказалась и боевая организация Коммунистической партии Германии. Она получила название «Ротфронт» или «Красный фронт». Эта организация существовала с 1924 по 1933 год. В лучшие свои годы она объединяла под своими знаменами до сотни тысяч граждан Германии. Если «Рейхсбаннер» разбежался практически сразу же после прихода к власти Гитлера, то отряды «Ротфронта» продолжали оказывать сопротивление гитлеровскому режиму еще в 1933 году. Впрочем, это привело главным образом к тому, что многие лидеры «Ротфронта» оказались лишенными свободы, а многие из них были просто-напросто умерчлены в гитлеровских концлагерях. Впрочем, эмблема «Ротфронта» сжатый кулак впоследствии использовалась как эмблема очень многих организаций подобной левой направленности. В Советском Союзе существовала, да и сегодня продолжает свою деятельность, кондитерская фабрика «Ротфронт». Эта фабрика получила название именно по упомянутой нами боевой организации немецких коммунистов. Советские дети очень удивлялись названию этой фабрики. Понятно, как «Ротфронт» связан с конфетами, но причем тут фронт какой-то. На самом деле речь, конечно, идет не о каком бы то ни было РТ, а об этой организации «Красный фронт», которая прекратила свое существование в 1933 году, но таким вот образом осталась в коллективной памяти. Подобные военизированные организации создавались и в других европейских странах. В Австрии ту роль, которую в Германии выполняли «Ротфронт» и «Рейхсбаннер», играла так называемая организация «Республиканский шутсбунд» или «Союз обороны». Она существовала с 1923 по 1936 год, пока окончательно не была ликвидирована фашистами. В 1934 году во время фашистского путча именно эта организация, по сути, предотвратила установление в Австрии фашистской диктатуры. События, которые произошли в результате противодействия шутсбунда австрийским фашистам, вошли в историю как февральская революция в Австрии. Впрочем, эти боевые организации все равно не могли выполнить своих задач по целому ряду причин. Главной из этих причин можно считать разобщенность действий коммунистов и социал-демократов. Коммунисты не доверяли социал-демократам, считая их представителями буржуазных партий и буржуазных идеологий. Социал-демократы, разумеется, видели в ответ в коммунистах руку Москвы и агентов Кремля. Нельзя сказать, чтобы это совсем было не так, но, безусловно, взаимная опасность коммунистов и социал-демократов была ими просто-напросто преувеличена. Впрочем, надо отдать должное и Советскому Союзу. В большой степени это недоверие между коммунистами и социал-демократами объясняется той позицией, которую по вопросу борьбы с фашизмом заняла Москва. В рамках Коминтерна, коммунистического интернационала, было объявлено, что социал-демократы — это приспешники троцкизма, а не было, наверное, в Советском Союзе ругательства страшнее, чем троцкизм. Слово-то было вполне приличное, но вот сулило это слово многие годы тюремного заключения, а вполне возможно и расстрел. Именно поэтому социал-демократы и коммунисты действовали разобщенно и объединяться отказывались даже в том случае, если угроза прихода фашистов в власти была уже не иллюзорной, а вполне реальной, как это произошло в Германии и других странах Центральной Европы. Троцкий, к слову сказать, видел эту опасность и даже призвал социал-демократов и коммунистов к сотрудничеству. Как вы понимаете, это содействовало не сотрудничеству, а наоборот еще большему разобщению этих двух участников политического процесса. Каждая из них стала считать Троцкого провокатором противной стороны. Впрочем, демонизация коммунизма со стороны социал-демократов была достаточно активной. Так, в 1929 году социал-демократическое руководство Германии отдало приказ расстрелять первомайскую демонстрацию, устроенную рабочими, принадлежавшими к коммунистической партии. В ответ на это лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман назвал социал-демократическую боевую организацию «Железный поток» ни много ни мало боевым подразделениям социал-фашизма. Безусловно, эта недооценка очень серьезно отразилась на взаимоотношениях между коммунистами и социал-демократами. Впрочем, уже в 1932 году коммунисты и социал-демократы официально получили призыв к объединению уже со стороны Коминтерна. В Москве наконец поняли, что эта борьба на несколько фронтов сразу приведет только к тому, что в выигрыше окажется Гитлер. Но сразу убрать все противоречия, которые копились на протяжении многих лет, не удалось. Коммунисты и социал-демократы в Германии не смогли объединиться ни во время парламентских выборов, ни в 1933 году, когда уже, собственно, Рейхстаг был подожжен и Гитлер оказался у власти. Именно это в значительной степени и предопределило крах антифашистской борьбы в Германии и в подобных государствах, столкнувшихся с угрозой фашистской диктатуры. После долгих лет борьбы с социал-демократами коммунисты стали спешно создавать международные организации, которые должны были бы бороться против фашизма. Особенно много подобных совещаний, конференций, конгрессов прошло в 1933 году. В этом году в Париже прошел Европейский антифашистский конгресс, а в Нью-Йорке состоялся Американский конгресс против войны и фашизма. Примерно в это же время подобные международные конференции прошли в Шанхае под названием «Дальневосточный конгресс против войны и фашизма» и даже на территории Австралии. Только в 1935 году на Седьмом конгрессе Коминтерна было принято решение об объединении всех сил против фашизма. Политические разногласия было велено оставить. Социал-демократы, радикалы, коммунисты, все левые силы в разных странах и Европы, и всего мира были призваны к объединению в Народные фронты перед лицом фашизма. Деятельность Народных фронтов оказалась гораздо более успешной, чем разобщенная деятельность коммунистов и социал-демократов. В том же самом 1935 году была организована международная помощь Эфиопии, которая боролась против итальянской агрессии. Напомним, что Муссолини активно пытался восстановить Римскую империю и с этой целью устроил экспансию в страны Африки. Однако, если помощь Эфиопии оказалась не слишком деятельной, то в том же самом 1936 году активная борьба против фашизма в рамках Народных фронтов началась во Франции и в Испании. Впрочем, если во Франции Народному фронту удалось предотвратить приход фашистов к власти и удерживать эту самую власть вплоть до 1940 года, то в Испании ситуация была совсем другой. После того, как в 1936 году к власти в Испании пришло правительство Народного фронта, в этой стране был устроен фашистский мятеж. Эти события вошли в историю как гражданская война в Испании. О событиях мы подробно рассказывать не станем. Вы можете обратиться к уроку, снятому для девятого класса, и поговорить там о президенте Асанье, о генерале Франциско Франко, который оказался испанским диктатором в 1939 году, и о том, какие политические силы участвовали в этом процессе. Но сейчас нам важно подчеркнуть, что гражданская война в Испании была не чисто испанским делом, а проявлением общеевропейского и даже общемирового процесса борьбы против фашизма. Совершенно не случайно, процесс создания интербригад, то есть организаций, в которые вступали добровольцы из разных стран мира, они отправлялись в Испанию, везли туда гуманитарную помощь, везли туда вооружение, туда ехали военные специалисты, считалось тогда делом всего цивилизованного мира. В принципе, гражданская война в Испании рассматривается как репетиционная война, как некое преддверие Второй мировой войны. Бить на стороне Франко сражались и итальянские, и германские фашисты. А в интербригады входили граждане многих стран мира, которые впоследствии объединятся в своей борьбе против фашистской угрозы в годы Второй мировой войны. Даже если советские граждане официально не были членами интербригад, Советский Союз, безусловно, тоже оказывал очень серьезную помощь Народному фронту. Угроза фашизма носила не европейский, а общемировой характер. Довольно быстро организации, подобные НСДП, начинают возникать и в других странах мира, например, в странах Латинской Америки. Неудивительно, что и там, в этих регионах, достаточно далеких от Европы, возникают объединения социалистов и коммунистов. Чилийское правительство, которое пришло к власти в 1938 году, собственно, тоже получило название Народного фронта. Впрочем, борьба с местными диктаторскими режимами осложнялась тем, что это были совершенно другие политические условия. Здесь, безусловно, нельзя было говорить ни о рабочем классе, по крайней мере, достаточно серьезно оформившемся, ни о серьезных традициях демократии, которыми так богаты были европейские государства. Как мы увидели с вами, коммунисты и социал-демократы наконец-то к середине 30-х годов поняли, что угроза фашизма уже совершенно реальна, что необходимо объединиться в этой борьбе. Но предотвратить Вторую мировую войну, как вы понимаете, это объединение уже не смогло. Последние годы перед Второй мировой войной ознаменовались многочисленными акциями коммунистов и социал-демократов по борьбе против угрозы войны. Но, разумеется, об этих акциях и о том, каковы были результаты усилий антифашистских сил, мы будем с вами говорить на нашем следующем уроке. А наш сегодняшний урок на этом завершен. Спасибо за внимание.